Приветствую вас, автор Елена Свободная, я прочитал ваш первый текст, первое сообщение в теме, прочитал несколько последних, ну, несколько следующих сообщений, вот. И давайте мы с вами для начала просто пройдёмся ещё раз по мышцам. Итак, вы спрашиваете, как реагировать на такие реплики? Такие реплики? Какие реплики? Что я смогла и ты сможешь? Да, в общем-то, реагировать очень спокойно, потому что эта фраза, она лишена абсолютно всякого смысла, она идёт по пути уравнивания людей в их возможностях, в их способностях, в их чувствах, в их ситуациях, в их ценностях. Эта фраза, она не значит ничего, ничего. Репликация такая же пустая, как и фраза масло-насленно. Только если масло-насленно понимается как тавтология, то эта фраза нет. Только потому что касается людей. Так что, если только вы не считаете уравнивание людей чем-то правильным, то эта фраза не значит абсолютно ничего. Как не убить их после таких слов? Кого их убить? Не очень понятно. У вас это вызывает агрессия, у вас это вызывает боль, но, понимаете, штука, вся штука, вся штука в том, что вы игнорируете свою боль, вы хотите избавиться от неё, так на самом деле её нужно прожить, понять, почему её причина и подкорректировать своё поведение исходя из этих самых причин уже действовать. Я помню, читал вашу какую-то другую тему, не помню, к сожалению, отвечал я или нет, но я помню, что у вас очень много амбиций, но вот полагаться на себя и нести личную ответственность, реалистично воспринимать себя и окружающий мир, мир вы не умеете отсюда ваши проблемы и отсюда такие узкие границы контакта с другими людьми, когда вы защищаетесь, когда вы чувствуете агрессию, когда вы не готовы нести ответственность за то, что вы чувствуете. Знаете, если вы хотите кого-то убить, значит, вы защищаетесь, если вы защищаетесь, значит, вы в чём-то видите угрозу. Если вы в чём-то видите угрозу, вы не знаете, как реагировать, а если вы не знаете, как реагировать, вы не доверяете своим честным законам. Затюзма всегда подскажет, как мы у них собираемся. О чём из них? Не знаю, я не очень понимаю вопрос. Я хочу утопить их в своей боли. Кого опять же их утопить и зачем утопить? Здесь проскакивает идея о том, что вы всё же считаете, что идея уравнивания людей, она всё-таки имеет место. И именно потому что вы всё так считаете, она задевает эта фраза. Потому что если бы вы так не считали, вас эта фраза бы не задевала. Но вы бы не хотели никого утопить в своей боли, потому что вы понимаете, что... Вы бы понимали в таком случае, что тот, что чувствуете вы, не может чувствовать другой человек. И ваша боль, это просто потенциал для личностного роста. Боль является болью, пока мы с ней боремся, пока мы пытаемся от неё избавиться. Но она перестает от боли, когда мы её принимаем. И пытаемся понять, что же она хочет нам сказать. Это называется личностный рост. Вообще так и ладно. Я криком оручить не могу, ибо я не ты, у меня другие ресурсы, точнее их нет. Ну, с одной стороны, если вы криком оруете и пытаетесь доказать, что вы не кто-то другой, то значит вы сомневаетесь в этом, значит вы не правы, а значит человек чувствует, что вы не правы, и ведёт себя с вами именно так, как будто вы не правы. С другой стороны, если у вас нет ресурсов, значит эти ресурсы на что-то тратятся, и нужно понять, на что они тратятся, чтобы они перестали тратить. Они не слышат, обрекываются от моих слюней, идут дальше, не пропуская меня на пушку выстрелов, и не имея интереса. Такое повсеместно. А почему вы считаете, что они должны вас слышать, а не отрекиваться от ваших слюней и пропускать вас? Почему вы считаете, что они должны это делать? Все могут, у всех есть родители, что могут, помогающие детьми, мозги организованности, я там стану в детях, долгах, не организованности, отключенных мозгах, в своих же слезах. Это ваша жертвенная позиция до тех пор, пока вы не возьмёте ответственность за то, что с вами происходит. Треугольник Карпмана изучительный. Сегодня на моих глазах женщина приставала к моей подруге, признавалась к любви. А женщина и её клиентка. Она говорила, что жизнью, ресурсами я сказал, что мне несколько детей оставят. Мне сказали, что захочешь, сможешь. Меня тратят. Ну, мне лично кажется, что трясёт вас, потому что вам показали, что вы жертвы. И вам это неприятно. И вот если вы смотрите в то, что вам неприятно, и перестанете воспринимать то, что вам неприятно, как действительно то, что вам неприятно, как оскорбление, а начнёте видеть в этом, собственно, вашу проблему. То, что вам неприятно, то, что вас трясёт, это ваша проблема. То, что вы тонете в долгах делих и прочее, это ваша проблема. Это вследствие ваших действий. И будете учиться потихонечку брать ответственность за себя и за то, что происходит с вам. Всё отца будет меняться. А пока вы просто жалуетесь и не более того, к сожалению. Ваши проблемы это, к сожалению, не решить ни в коем случае. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи!